привет всем хорошим людям добро пожаловать на канал кастом трак если вы еще не подписаны обязательно подпишитесь это мотивирует и помогает нам продвигать наш канал также как никогда буду просить вам поставить лайк перед просмотром чтобы мы еще больше продвигались в тренда youtube а сегодня мы продолжаем заниматься нашим трактором если вы не смотрели предыдущую серию я ссылку оставлю предыдущая серия прервалась внезапно у меня просто закончились нервы и я психанул честно такое иногда бывает в этот раз так и произошло вот но самое главное что мы снова на связи и продолжаем работать спешу вам напомнить если вы хотите поддержать то что мы делаем проходите по ссылкам под этим видео заходите на boost и обратите внимание на подписку фанат кастом трак по ней вы получаете каждый два дня оперативную информацию о том что мы где мы чем занимаемся сразу же огромная благодарность за вашу поддержку всем спасибо благодаря вам мы можем строить проекты и продолжать существовать на youtube всем огромное огромное спасибо все прекращаем разглагольствовать и приступаем к ремонту нашего трактора нам сегодня предстоит разобраться со сцеплением что за фигня происходит и попытаться все таки запустите этот трактор так что пожелайте нам удачи вам приятного просмотра но мы приступаем друзья но прежде чем мы продолжим хочу похвастаться подарочками которые нам пришли частности вот этот подарок нам пришел от ефимченко романа александровича я знаю это семья с большим количеством детей которые нас смотрят постоянно с которым мы переписываемся им огромное спасибо вот они смотрят наш канал я им огромный передаю привет от кого от сережи и лёши здравствуйте дмитрий пишет вам сергей из валдая высылаю вам щетки для генератора чтобы вам не пришлось покупать а то видео про вас я видел как вы мучились поэтому чтобы было вам помощь с ремонтом я присылаю щетки поставите и все будет работать успехов вам в новых проектах огромное спасибо так еще здесь кто-то нарисовал рисунок от лёши спасибо большое это явно зилок наш с ураловским мотором о какой здесь количество щеток очень очень много отлично здесь бы мы явно подобрали что-то нам нужно все огромное спасибо семье ефимченко огромнейшее огромнейшее спасибо и привет от кастом трак следующих два ящика к нам пришли от разина рената огромное спасибо тоже не знаю что здесь сейчас посмотрим две посылки то есть человек заморочился не поленился как говорится и отправил нам что-то интересное так моторчики переключатель его это кстати лампочки такие которые у нас на базе стоят вот такие видите специального типа прикольно переключатель еще здесь необычная какая-то вещь что это фен что ли резцы тоже пригодятся литература ну и сырая резина это в помощь всегда советское время без нее было просто никак сейчас глянем там что-то второй посылки тоже и вот для счеток вот это какая-то вещь крутая явно лерки конус морза два конуса круглогубчики крутяк вообще класс плашка держатель под большие метчики как раз у меня нету такого и реле поворотов тоже часто бывает нужно фреза ренату огромное спасибо благодарность от нашего канала ну и конечно же привет из дружественной беларуси огромное спасибо нашим подписчикам за подарочки очень приятно но мы продолжаем работать все-таки я решил занырнуть в сцепление посмотреть что там за беда потому что это ненормально то работает то не работает какая-то хрень вот мы просто тратим время без толку грубо говоря сейчас сниму крышку сцепления кожух и посмотрю что там может что-то подклинило может что-то нужно почистить в общем посмотрим сделаем такую ревизию это за конструкции здесь такая сейчас откручиваем вот этот большой кожух вот эту гайку нужно будет из объем весь механизм открутил гайку сейчас снимем весь этот механизм надеюсь опорный подшипник вот эта штука должна выходить сюда вот за счет этих ползунов она что-то нифига когда здесь крышка стоит тогда выходит эта часть я понял в общем нужно все разрабатывать когда вот эта крышка установлена то за счет вот этой шестерни он проворачивает вот эту шестерню и вот эти ползуны они выдавливают и вжимают сцепление и тогда сцепление появляется в нашем же случае это что-то не совсем корректно работает вот поэтому сейчас будем разбираться здесь система наборных дисков сцепления ну вот такие обычная система диск диск все металл надежно но это не точно но это не точно начинаю потихоньку сборку очистил наши диски помыл и все сейчас соберем обратно опорный такой своеобразный диск тоже нажимной наверное он называется он получается сжимает эти диски они перестают буксовать и появляется сцепление вот такая конструкция нажимает он благодаря этому механизму я еще здесь ничего нет ну а сейчас отмоем посадим все на герметик потому что прокладки нету времени нам выбивать я думаю на герметике он тоже должно бы работать по идее насколько я понимаю здесь должно быть масло в котором это все будет вращаться в масляной ванне такой вот я думаю надо налить масло и будет все работать продолжаем сборку друзья нанес я герметик все смазал здесь подшипники промыл вот так эта система работает то есть вы прокручиваете он смещает вот эту шестерню и надавливает на диски сцепления вот этой вот опорной пластиной и таким образом срабатывает сцепление вжимается сейчас все это попытаюсь собрать надеюсь ничего не развалится ну вот наживил частично сейчас еще закинем сюда гайку крепежную и крышечку вот эту я думаю можно будет пробовать запускать все собираем до кучки ну что ж финальный аккорд это крышка которая устанавливается вот сюда но у нас по ней есть нюанс видите во первых это ухо отлом на и вот здесь тоже трещина это не есть good но будем надеяться что все будет работать но надо такую крышечку если вдруг где-то у вас валяется буду признателен и и и и и и и Продолжение следует... Ну, пускач работает хорошо, это радует, но сцепление по-прежнему не работает, поэтому пока что я не знаю, друзья, что делать. Пришлось мне снять редуктор еще раз, добавить небольшую шайбу. Сначала добавил шайбу вот такую, оказалось слишком много ее, потом поставил меньшую и вроде бы пока что работает. Сейчас попробуем крутить двигатель, надеюсь на успех, если честно, но уже силы на исходе. Продолжение следует... Не работает сцепление. Что ему надо? Вот чуть-чуть как бы и буксует. Я не понимаю, бляха-муха. Так, друзья, ну прошел день, мои эмоции, если честно, уже зашкаливают. Я думаю, вы догадываетесь, почему, да? Это, конечно, трэш полный. Обходится бендикс. Вот, начал откручивать его и понимаю, что он, зараза, обходится. Какая-то пружинка вывалилась. В общем, тут все печально. Что-то я здесь разбираю. Не совсем то, что надо нам. Обходится бендикс. Почему он обходится? Пока я не знаю. Все, короче, развалилось. Я примерно понимаю, как это работает. Здесь у нас, видите, такая неровная поверхность, которая зажимает. Но я не вижу закисших роликов. Вот в чем беда. Обычно, вот если эти закисли, вот эти вот пальцы направляющие, тогда да. Но без них может работать. Хотя еще есть косячок. Это выработка в этих пальцах. В этом может быть причина тоже. Дорогие друзья, потратил я час, но наварил ролики. Ну, как бы теперь нет выработки вот этой прямоугольной в них. То есть, ну, любое, если можно взять, то есть они как бы наварены. Сильно я уже здесь не шлифовал. Стык этот. Он потом себе найдет, как ему удобно. Поэтому я тут сильно не заморачивался. Ну, вот так вышло. Я думаю, самое главное, что вот эта плоскость круглая, она уже... Они не так будут клинить в корпусе. И будут работать более корректно. Ну, мне так кажется. Так что сейчас еще эту конструкцию собираем обратно. Но уже темнее, поэтому пока не знаю. Чтобы вставить последний ролик, нужно отжать все остальные. Конструкция здесь, конечно, серьезная. Ну, по сути, стандартная для бендикса. Но так сразу не сообразишь уже прям с лету. Все, теперь все нужно раскручивать. Я забыл вот эту фигню прикрутить. Ну, как же с этой я болты вставлю тогда? Это, конечно, трэш какой-то, блин. Поспешил. Ладно. Наверное, вы заметили это с начала видео, да? Я, к сожалению, не заметил. Делаем все то же самое, только теперь уже с вот этой ответной частью. Может, вам не совсем понятно, что я делаю. Я заталкиваю пальчик вот так туда. Чик. Потом сам болт является стопором этой пружинки. И мне нужно вдавить пружину и закрутить болт. Вот. Вот так, типа. Раскручиваем опять. Подшипник забыл вовнутрь вставить. Все, я поехал домой. Вставляю подшипник и собираем. Надеюсь, мне не придется третий раз разбирать это все. Собрал я наш бендикс. Значит, вот он вращается так. А в обратную сторону уже никак. Так что я думаю, будет работать. И силы на исходе. И кровоточат раны. А с Молик. И силы на граверка что ли упала я спокоен у меня все хорошо погода классная сейчас прикрутим пускачем я такое чувство что сцепление будет работать так что работаем дальше советская техника это класс ну что ж я все собрал запущу пускач и посмотрим начнет вращаться мотор или нет а сцепление работает самое главное с этой форсунки начала уже кидать топливо это забитое продолжает быть забитой с этих двух тоже не видно нифига увидимся следующем не будем продолжать пытаться запустить трактор доброе утро друзья продолжаем заниматься значит нам нужно сейчас закрепить пускач и поменять вот эти патрубки сразу поменяем их и забудем про эту проблему вот у нас два патрубка которые идут на наш пускать чтобы нам заново потом все это не раскручивать мы сейчас это сделаем подготовил флянчики кусочки трубочек и 4 хомутика сейчас установим все собрал установил два новых патрубка зажал сам пускач все хорошо там тоже все новенькое принципе можем заливать воду и попробуем еще раз его стартануть посмотреть что у нас по насосу по топливному открутил спускник чтобы прокачать воздух с насоса там прям давление капец но сейчас вот тоже отпустил трубки топливные посмотрим идет ли отсюда топлива из этих трех трех секций ну так он должен же работать газ у нас в пол давление есть давай родненький вот так вот 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 первый дым был пущен это с первого цилиндра и что радует что начала идти сюда солярочка в наши трубки сейчас их зажимаем попробуем их пробить уже до форсунок все пошла солярочка пошла со всех форсунок сейчас зажимаем форсунки и это будет старт все пробуем запускать а 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 и а а и а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, заводим ремень на помпу Субтитры сделал DimaTorzok 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 Комп bunker Ну он должна, остановиться бы в эту строку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...